Ученик 8-го класса, школа номер 3, Настя Дмитрий. Я предоставлю вам работу неизвестного героя Великой Отечественной войны. Георгий Васильевич Наумов, 1904-1943 год, советский военный, участник Великой Отечественной войны, герой Советского Союза, 1944 года, награжден посмертно, гвардии лейтенанта. Георгий Наумов родился в 1904 году в городе Уральске. С 15 лет работал на мельнице слесарем, помощником механика. С тем освоил новую специальность, стал связистом. Связистом Георгий Васильевич был на фронте, воевал под Сталинградом, участвовал в боях за Воронеж. Подвиг, за который ему 22 февраля 1944 года, посмертно была присвоена званием Героя Советского Союза, совершил на том берегу Днепра, освобождая украинскую землю от немецких захватчиков. Многих героев Великой Отечественной войны осталось неизвестными. Как символ вечной славы горят негасимые огни в городах-героях на могилах неизвестных солдат. О подвигах других людей узнали совсем недавно. Время еще откроет имена многих героев и расскажет о них. Не ради славы, а ради жизни на земле шли на подвиг солдаты. Многим не довелось узнать, что к ним пришла слава. Мысятся обелиски над холмиками могил там, где пролегали дороги войны. Вечным сном спят под ними герои. Их подвиги бессмертны. Шли упорные тяжелые бои на Днепре. 1 октября 1943 года командир взвода связи 276-го стрелкового полка 92-й гвардейской стрелковой дивизии лейтенант Георгий Васильевич Наумов получил задание вместе с ударной группой переправиться на правый берег Днепра и обеспечить связь с командным пунктом полка. Наумов и трое связистов под непрерывным огнем противника протянули провод через реку. Завязался бой на пятачке плацдарма. В течение ночи небольшой оклачок земли много раз был перепахан взрывами мин и снарядов. То и дело обрывалась связь. Но каждый раз связисты выходили на линию и восстанавливали ее. Четкая работа связи давала возможность командованию следить за ходом боя на правом берегу. А в ночном бою Георгий Васильевич был несколько раз ранен. Его товарищи погибли. Но когда снова оборвалась связь, он пополз, нашел обрыв и, теряя сознание, соединил концы провода. Он уже не видел, как пошли бойцы в атаку. Как был смят и отброшен от Днепра враг. Не суждено было Георгию Васильевичу узнать о том, что его сын Евгений воюет рядом. Что за отличие в боях он награжден орденом Красной Звезды и Славы. Да и сам Евгений, только вернувшись домой, узнал, что воевал он рядом с отцом. Что вместе они освободили Белгород и Харьков. Не узнал Георгий Васильевич и о том, что Родина высоко оценила его мужество и отвагу. Удостоив его звания Героя Советского Союза. Похоронен Геннадий Васильевич Наумов в братской могиле советских воинов на границе сел Калужино и Днепрокаменка у страны Украины. Спасибо за внимание.